Добери его! Первый, да? Второй. Димон пришел вот за подкормкой и я говорю, что клево как на черных лобах. Смотри, 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 что творит квертик. Смотри, вот я руки бросил. Ребята, всем привет! Всем привет! Вы ехали сегодня с Димоном половить на поплавок и фидер. Так вообще спонтанно. Димон говорит, Серега, поехали на рыбалку, уже было 12 часов, поэтому где-то к двум часам дня мы пока сюда притопали, пока доехали. Мы абсолютно договорились, что Серега на фидер, я на поплавок. Да, и это не то, что будет у нас какой-то там с ним тест соревнования. Мы просто будем пробовать сегодня рыбачить, как у кого что получится. Вдвоем хотели на фидер, но в последний момент Димон что-то перешел на поплавок, будет пробовать. Короче, расселись мы следующим образом. Димон вот тут сидит на креселке, вот его удочка пятиметровая, маховая, и вон его поплавок. Ловить он будет с самого дна. Видите, как он нагрушен на него получается, лежит на дне, да, Димон? Да, а я вот тут сяду на фидер, мне будет сидеть некомфортно, но зато, если я буду сидеть в таком положении, я могу вот так поставить камеру, направить ее на мой кивертип, и вы будете видеть все мои поклевки, какие сегодня у меня будут. Я надеюсь, что будут. На водоеме большой ветер, ветер дует нам спину, да, Димон? Это хорошо, но если посмотреть с другой стороны, то тут волна прям такая нормальная. Порывы иногда, я бы сказал, метров восемь даже происходят, поэтому дует хорошо. Очень жаль, что как всегда много мусора, везде его много мусора, но без мусора в принципе никак, да, Димыч? Всегда, всегда эта штука есть. Возле себя мы прибрались, вот расселись возле дерева, поэтому я сейчас начинаю, беру маркерный груз, пробиваюсь фидером, ищу подходящую точку, ну а Димон в принципе уже нашел себе дно, да, Димон? Осталось только подцепить насадку и сделать подкормку. И сейчас давайте вам расскажем про нашу сегодняшнюю подкормку. Итак, наша сегодняшняя прикормка, она будет с небольшим секретом, сейчас вам скажу с каким. То есть это у нас будет пачка мотыля, можно сказать лечь мотыль, и пачка универсальной прикормки лечь фидер. Они слегка разные цветом, но в целом будет такой коричневый цвет под цвет дна. И самое главное, ребят, фишка сегодняшнего дня, как я вам сказал, это секрет. Это такой активатор клёва, ингредиент со вкусом каких-то специй хороших, я бы мог так сказать, и сегодня мы его добавим. То есть первым делом мы берем нашего секрета в воду, добавляем, ну, так, грамм 50, и его размешиваем хорошо в воде. Это первое, что мы делаем. Вот у нас вода, потому что аттрактант надо мешать воде, в какую будете добавлять прикормку. И высыпаем две пачки, то есть два килограмма прикормки сразу же в ведро и делаем хороший замес. И обязательно весь мусор, все, что вы с тобой принесли, ложим назад в пакет. Пахнет, да, Димон? У меня есть еще одна запасная пачка тоже лечь-мотыль на всякий случай, поэтому, ребят, если закончится, у нас остаток будет. И всю пачку мотыля. Вот такой объем у нас получится при кормке, потому что кормить нужно будет хорошо и Димону и мне. Всю эту прикормку хорошо замешиваем сначала насухо, между собой мешаем, а потом добавляем туда воду с аттрактантом. Замешал аттрактант, запашок такой, конечно, резкий у него получился, такой цвет коричневый. Добавляем его в нашу прикормку постепенно и хорошо дело вымешиваем. Как раз пока прикормка будет мешаться, ребят, пока будет настаиваться, мы успеем, ну, я успею подготовить снасти, найти точку и связать оснастку. На водоеме есть рыбаки, но я бы не сказал, что их много, так как сегодня будний день, поэтому здесь вот сидит какой-то мужчина дальше. И вы заметите, все практически ловят ребят на поплавки. Видите, фидеров нет, у всех поплавочные снасти. Все ловят с ближнего рубежа, с близней дистанции, поэтому интересно даже посмотреть, что будет. Если будет такое, что у Димона будет клевать на поплавок, а у меня вообще не будет клево на фидер. Я перейду тоже на поплавок. Или наоборот, да, тоже дам тебе фидер. Поэтому, ребят, у нас тут все довольно просто. Счастье, закормлю Димону сначала. Ребята, теперь очень быстро пробиваемся эхолотом и пробиваемся маркером. Все, как я вам рассказываю каждый раз. Только сейчас попробую это все дело сделать намного быстрее, чтобы не забирать ваше и свое время. Я просто беру и делаю заброс эхолотом в примерную точку, где я буду ловить, бросать. Есть метров на 30-40. Берем теперь наш с вами смартфон и на смартфоне будем смотреть рельеф. В данном месте глубина 5,6 метров, мы видим. Вот, на этом участке, где я бросил, есть рыбка, нам показывают наш с вами эхолот. И наша задача пробить дно. В этом месте рыбы очень много. Я вот вижу, прям там, прям очень большая стая рыбы. Вы видите, 5,6 метров, там просто ее кишит на глубине 5,5. Но рыбка не круглая. Сразу, не крупная, а не круглая. Сразу можно для себя сделать перспективное место, взять, так сказать, и заклипсоваться на этом месте по эхолоту. Это будет первая клипсовка. То есть, я делаю просто клипсу. Есть. Так, теперь моя задача пройти ближе к берегу и посмотреть, где есть еще много рыбы. На этой точке есть рыба. Может сейчас где-то будет место, где ее намного больше, чем там. Видим, там есть какая-то небольшая бровка и вся вот эта рыба, что стояла именно, стояла за этой бровкой. Да, видно это сейчас по эхолоту. Сюда мы ближе потаскаем уже нету здесь рыбки, потому что идет трава, растительность. Уже ее меньше. Начинается стол и вот рыбка уже покрупнее гораздо. Смотрите, вот здесь, да, под этой бровкой. Ее меньше, но она здесь крупнее. Вот она тут проплывает. То есть, видно здесь очень интересный рельеф и на расстоянии 20 метров от берега, видите, два таких больших перехода по глубинам. Раз, переход, два перехода. И тут рыба крупнее. И уже когда мы начинаем доводить до самого берега, здесь показывается еще рыба. То есть, рельеф, как вы видите, в этом месте очень интересный. Тут можно сказать два перехода с бугорком. Нужно сесть либо под первым переходом, где я заклипсовался, либо за вторым переходом вот здесь вот. Понимаете, вот в чем дело. Поэтому можно сейчас сделать еще один заброс, сделать вторую клипсу на вот этом втором переходе. Кормить можно тот и тот, отмерять расстояние по оборотам катушки. В принципе, ничего в этом сложного абсолютно нету. И понять для себя, где лучше будет клевать. Закормить можно даже, ну грубо говоря, две точки. Будет отлично. Вот опять мы сделали заброс. Есть рыба в этом месте, вот есть она в количестве. Поэтому если мы сейчас пробьемся маркерным грузом, чтобы так себя отгородить от всех зацепов подводных камней, водорослей, растительности, чтобы точно попадать в хорошее место. Вот видите, это бровочка пошла. И вот этот участок, где опять стоит рыбка на глубине 4, вот 4,6 метров. Вот она здесь. Здесь в принципе тоже, как я сказал, можно сейчас поставить вторую клипсу. Ну что, сегодня в нашем арсенале есть двое приманок. Это опарыш и мотыль. Я пока что оживил мотыля. Сейчас надо немножко поправить кончик. Два штуки, да? Да, два штучки. И идем в бой. Слушай, там как клюет уже. Да? Ага. Если будет клевать, то подсечем. Так, ребят, теперь мы будем кормить. Сегодняшняя оснастка – это вертолеты два узла. Пожалуй, самая простая оснастка фидерная, какая только может существовать. Берем, заливаем нашу прикормку неплотно, чуть-чуть. И просто делаем 10 закормочных забросов в нашу точку ловли. Он Димон, а вот я. И на том берегу ориентир. Поймали его. И в него делаем 10 забросов. Есть. Строго по нашей клипсе. Кладем, ждем пока опустится. И все так повторяем, ребят. Ребят, пока я сооружаю снастью, Димон уже поймал. Димон, показываю рыбину. Красава. На поплавок есть уже первая рыба. Димон молочек. Вытащил. Кто подлещик, Димон? Густерка, да? Нормально. Но я пока сооружаю снастью, и сейчас у меня будет уже первый заброс. За корм я сделал, поэтому буду бросать. Очередной заброс. Сейчас посмотрим за нашим поплавочком. Вот он красавчик. Видим, что он коснулся дна и буквально вот чуть-чуть над дном, впритык. И практически сразу можно сказать, что сейчас будут поклевки. Опа. Вот она попробовала тебя, да, Димон? Пробует, пробует, смотри. Оп. Есть, да? Да. Давай, 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 давай. Кто там, платва? Нет, Раскирик. Раскирик, да, так клюнул? Да. Так, прошло у нас несколько минут после первых закромочных забросов. И теперь я цепляю сюда насадку. Насадку я буду использовать 2-3 мотыля и несколько также опарышей. То есть сегодня будет довольно-таки хороший стоювесистый такой пучок. Вот. Честно скажу, ребят, на леща не рассчитываю, потому что его надо долго звать к точке, чтобы он пришел. Здесь не место стоянки леща. Здесь, чтобы он пришел, надо его просто звать долго и кормить хорошо. И на это у нас времени нету. Надо ждать полдня, хорошо закармливать, тогда рыбка может сюда подойти. Сейчас мы будем пробовать ее ловить. Так, первый, так сказать, заброс. Первый заброс, на мой взгляд, самый решающий. Как вы хорошо закормили точку, правильно ли вы ее выбрали и будут ли там вообще происходить сейчас поклевки. Кладем фидрок и смотрим. Нападение, как я сказал. На падении у нас не было пока что поклевок. Ну, возможно, рыбка еще не собралась. Сейчас я слегка подматываю наш киевертип, выматываю слабину и будем ждать, смотреть по киевертипу, что там у нас будет твориться, когда придет поклевка. Хочу сказать, что у Димона буквально после... О, уже клюет. Уже поклевки. Оба, оба. Уже были первые касания. Вау! Какой большой ветер, вы видите, да? Даже крышку сдувает с мотыля. У Димона вон очередная рыба, у меня просто поклевка рыбины нету. Просто так я тяну. Хочется сказать, что сразу при первом же забросе начались у меня тычки. Ну, это здорово, что сразу начало клевать. Видите, я только кинул. Димон, ну, у меня прошло, не знаю, секунд пять и начало тыкать. А у тебя? Ну, у тебя дольше ждать надо, да? Дольше надо ждать. Да. Сейчас опять добавляю. Сразу же обдеребанило нашего мотыля. Опарыш, конечно, остался. В таких случаях, знаете, ребят, мотыль и нужен, вернее, опарыш нужен для того, чтобы нашего мотыля защитить. Потому что рыба его просто разрывает. Я вам серьезно говорю. Рыба видит мотыля, сейчас его нету и она его любит. Она его просто разрывает, просто конкретно. Так. Второй заброс. Думаю, со второго заброса сейчас нам удастся с вами что-то поймать. Ну, клюет просто супер. Клюет супер. Один за одним, можно сказать. Поэтому класс. Даже сейчас не буду ложить фидер на подставку. Буду с руки. Вот. Люблю с руки всегда ловить. Потому что, когда ты ловишь с руки, у тебя, ну, все ощущение сразу передается к тебе. Это если ты леща ждешь, как я говорил, долго там надо, нет, долго нет поклевок, большая глубина, тогда вы, конечно, ложите на подставку и сидите, ждете там долго-долго рыбу. Так как сейчас поклевки практически он мгновенно. Я смотрю, сейчас вот уже начал заикаться, потому что тюкает. Вот, тюк-тюк-тюк. Да, тюкает сразу. Сразу отлично. Но все-таки ждем хорошие поклевки, потому что пока слабенько тюкает. Как удивительно, пока что не было нападений поклевок. Не подошла, наверное, еще рыбка. Верхние слоя. Оба! Неплохая поклевуха. И, по-моему, кто-то есть уже первый. Да, кого-то я уже тянул. Кто-то есть. Сейчас посмотрим, кто там у нас такой. Ну, я не думаю, что это что-то крупное. По-любому, да что-то типа того, как у Димона, или платва, или вот подлещик-густерка. Что-то такое, да. Да, густерка. Мелкая густера. Вот такого вот размера. Но все равно, тем не менее, как видите, сразу же клюет. Я поставил ну, хороший такой крючок. Хороший. Димон собирает таранку себе домой. А я ее сегодня выпускаю, рыбку. Пусть плывет. Димон, о чем я говорил, рыба может прийти к берегу. Давай, доставай. Подлещик, давай, давай. Давай, давай, давай. Бери его. Да, бери его. Первый, да? Второй. Второй? Да, вот смотри, какой красавчик. Оба-на. Кто-то там сидит, да, Димон. Какая-то рыбеха есть. Мы сейчас посмотрим, кто это. По мне, как густерка какая-то тарабанила уже довольно-таки давненько. Да, такая. Будешь забирать на таранку? Конечно. Да? Давайте я сейчас прям садочке прям садочке и брошу ее. Отлично. Делаем перезаброс. Сейчас поставил камеру так, ребят, чтобы вам здорово было видно поклевки. Я очень на это надеюсь. У меня постоянно сейчас я работаю два опарыша, два-три мотыля. Два опарыша, два-три мотыля. И поклевка с каждого заброса буквально через 5-10 секунд моментально начинается. Все. Если вы долговато ловите уже, там пару часиков, часик у вас погода, как сейчас у меня, ветренная, то вы смело можете чуть-чуть доувлажнить прикормку. Ну, попробуйте ее. Вот она сейчас у меня на солнышке, моя прикормка. И она, ну, довольно быстро, вот ветер, она высыхает. Падает, падает. Касаемся дна. Есть. Коснулись. И сразу же, я вижу, идут поклевухи. Делаем подмоточку небольшую. Что там наш с вами? Кивертип сейчас посмотрю. А он уже, какие тычки хорошие идут. Хорошие тычки. Мне кажется, там уже кто-то сидит прям. Да, по ощущениям сидит какая-то рыбеха уже. Сразу вот идут поклевки. Прикормку довлажняйте. Сильно сухая прикормка будет вымываться в момент падения и будет только в толще у вас там все это происходить дело. Понимаете? О, вау! Кто это такой? Густера мелко. Ну, вот прям совсем мелкая, да. Влажная прикормка должна быть настолько влажная, чтобы в момент касания кормушки дном и небольшой подмотки весь корм, вся прикормка с кормушки вымывалась. Она не должна быть как в кормаке. Сидеть там постоянно, де-белая такая. Не, ни в коем случае. Прикормочка должна выпадать, когда кормушка касается дна, ударяется от дно. Добиться мне раньше казалось, как это так рассчитать, да, ребят? Прикормки бывают разные, как так увлажнить, чтобы это... Все приходит с опытом. Вы сами понимаете, по клеву, что у вас все реально и хорошо, здорово получается это дело. Делать очередной заброс есть. И вот сейчас мы делаем. Димон, еще подкормить хочешь? Смотри, как нападение бьет. Ты только что видел? Такие подачи, нападения идут. Да ты что? Все, коснулась дна и сразу я даже подмотку не успеваю делать, братан. Просто жесть. Димон пришел вот за подкормкой, и я говорю, что клев, как на черных воба. Смотри, смотри, что творит вертим. Смотри, вот я руки бросил. Сейчас. Смотри, видишь, как леет. Смотри, так леет прям капец, да? Да. Оба попустила. Сейчас опять будет. То есть там клюет она там здорово. Там стоит рыба в количестве, и рыба хорошо сегодня жрет. Здорово, она сегодня питается, просто супер. Тут даже не надо делать никаких подтяжек, тут просто, блин, закинул, и сразу можно практически подсекать, потому что... Мне кажется, там уже хорошо подеребанило опарыша. Видите как, даже надо делать перезабросы довольно частенько получается, потому что рыбеха деребанит. Когда опарыш падает, он сочный, шевелится еще, она его сразу разминает, а когда остаются на дне вот эти огрызочки, она уже просто-напросто не так на него обращает внимание. Оба, 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 давай, давай, малыха. Тут два сейчас варианта. Либо она там сидит, и вот это дергается просто. Либо, сейчас мы с вами это все дело проверим, я вам скажу, что там происходит. Да, она там сидела и просто дергалась. Как бы она даже не во время падения взялась, потому что, ну, поклевки были хорошие. Фидерной рыбалки, о, мелкое плато. важно также поводок, крючок, диаметр его. Вот у меня на данный момент леска 0,12, крючок, вы видели, какой небольшой, для того, чтобы, ну, тяжелый крючок, это если ловить сейчас одна. Сейчас у меня рассчитано более на мелкую рыбу и рассчитано ловить ее на падение. Димон, есть, тихо, 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 есть, лещ, веди, веди сюда, веди, я сейчас возьму, заводи, 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 димон, о чем я говорил, рыба может подойти, кормиться к берегу, димон, сейчас надо еще немножко подкормить, держать его на точке, держать на точке, держи, тихо, держишь, вот он, все, держи, как я за жабры, держи, давай, я держу, держу, аааа, лови, ааа, бузаа, аааа, тихо, держись, Держись! Лей! Держись! Держись! Теплая водичка! Димон, я рождак карася, правда. Ну что, друзья, надеюсь, вы посмеялись так же, как и мы. Это все было, конечно, не специально. Мы поняли свои ошибки. Вот сижу и перевязываю теперь удочку. Мой лещ, которого я так долго ждал, так кормил, он плыл вместе с крючком. Серега тоже взял удочку. Мы сейчас вдвоем вместе с ним начинаем ловить этого леща. Этого или других? Ну или других, да. Если они не расплылись. Да, мы поняли нашу ошибку. Нам надо было не здесь его передавать с рук в руки, а просто выйти наверх и там передать, да. Вот такие вот у меня педали. Вместе с носками. Сижу я босиком. Вон даже следы видно моих. Да. Удивительно то, что я еще не упал в воду. Вот мне очень крупно повезло то, что я встал вот на ноги. Полностью ушел. Блин. Была поклевка. Оба опять приедут. Давай попробуем. Давай. Димон. Очередной бобер? Да. Подлещик? Да. Вустерка. 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 Завнили rồi. Опа. Оба. 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 Еще один говнёк. Оба. 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 Еще один говнёк. Держи. очередной летающий друг ты чё иди где мону вещь уже ушел от диму вещь ушел там осталось что-то на крючке диму опары есть один опары давай в бой иди сюда друзья ну что наша рыбалка подходит концу в общем половили мы с димоном получили кайф можно сказать за несколько часов купательный пляжный сезон открыт дать его вот ну что доставайся дочек чтобы там поймали если пищу от того подлещик она вообще было нормально ну плещи до согласен не то такой рыбы как подлещик есть только лечь по рыбе нормально в общем-то ранка будет димоном что еще сказать ребят клевала нормальные на фидеры на поплавок но все-таки вот на поплавок как мы сказали по прикольнее может даже было вон видите там он положено на на этот на дамбу дима а вот таранки на сушить есть короче дадима таранки на сушить есть поэтому рыбалка нормально все хорошо ребят водичка теплая в общем всем вам удачи не не купайтесь раньше времени до привязывайте стулья потому что вот это у нас так с димоном получилось чисто так туда-сюда он даже не не упал там за удочку придержался да вот чисто пошел по мокрому и пошел-пошел дадим он чтобы грязи а бывает такое что уходят даже с табуретами прям туда то что ты не упала просто так красава но в общем все друзья удачи вам поехали мы домой